Привет, мои хорошие! Сегодня предлагаю вам вместе со мной создать профиль дедушки в маске с помощью акварели. Подробный список вы, конечно же, найдете в описании к данному ролику. Открывайте его, смотрите, готовьте все материалы и давайте вместе со мной создавать такую интересную и яркую работу. Первым делом простым карандашом сделаем разметку. Отметим примерный квадрат, в который будет вписываться голова. После этого, там где у нас будет лицо, делим отрезок на 4 части. Верхняя часть это полосы, нижняя 3 части это лицо. Важно, чтобы они были равны. Далее, нижние 3 части мы размечаем в лицо, то есть примерное движение лба и подбородка намечаем. Некую ось лица находим. Движение подбородка. Тоже отметили. Движение роста волос. Объем волос. Размечаем. Движение шеи. Дальше, отмечаем объем переносицы и примерное движение носа. Объем крыла носа, нос в гриб. Нижнюю часть лица делим пополам. В верхней части будут находиться губы. Отмечаем движение верхней губы. Нижняя губа должна быть чуть дальше, чем верхняя губа. Дальше, отмечаем объем подбородка. Как вы видите, он тоже чуть дальше, чем нижняя губа. Теперь, отмечаем положение глаза с помощью вспомогательных линий. И размечаем объем маски. Как вы видите, пока мы не делаем точную прорисовку, все размечаем схематичными линиями. Достаточно легкими. И только после этого этапа уже начинаем более детальную прорисовку. Начинаем отрисовывать объем маски. Объемы лба. Движение челки. Продолжаем отрисовывать маску. Продолжаем. 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 Объем го азан. Также более точно отрисовываем объем носа, кончик носа, крыло носа, ноздрю. Переходим к силуэту, отрисовываем объем верхней губы, нижней губы, рот делаем слегка раскрытым, отрисовываем объем подбородка, объем нижней челюсти, переход в ухо, ухо у нас скрыто волосами. Переходим к прорисовке объема волос. Отключаем пробор. Зарисовали объем маски и силуэт волос. Размечаем примерное движение прядок в прическе. Переходим к объему шеи. Размечаем силуэт ошейника. Движение плеч. После этого лишние линии убираем простым пластиком или плячкой, как вам удобно. Делаем рисунок едва заметным. Я делаю рисунок поярче, вы можете сделать его едва заметным, чтобы сквозь акварель карандаш не просвечивал. Набираем тициановую, немножко кроплака красного. Тициановый цвет очень рыжий. Делаем его чуть краснее с помощью кроплака красного. И начинаем скрывать объем волос. Объем волос изначально стараемся закрывать по движению роста волос. То есть, как закручиваются пряди в том направлении мы и накладываем мазочки. Оставляем белые просветы, чтобы в итоге они остались бликами в волосах. Так прорабатываем весь объем волос. То есть, никуда не спешите, продумывайте ваши мазки. Изначально сразу с первого этапа лучше помнить про движение волос, про их рост, как они лежат. Для того, чтобы в итоге было легче работать в дальнейшем с волосами. Не забываем оставлять белые просветы. Для того, чтобы в итоге они остались белыми бликами в волосах. Я работаю беленькой кистью номер 3. Всю работу буду выполненной этой кисточкой. Так как она имеет достаточно упругий тонкий кончик, вы можете кисти менять в зависимости от толщины мазка. Если вдруг у вас нет в наличии такой универсальной кисти, как у меня. Продолжаем работу вторым слоем. Добавляем текстуру волос. То есть, тут уже проблесков оставляем больше. Оставляем предыдущие белые блики. И в проблесках светлых оставляем предыдущий цвет. То есть, волосы делаем еще более текстурными и объемными. Вам нужно набраться терпения. Акварель – это техника не быстрая. Здесь нужно будет нам очень много-много раз таким образом волосы проработать для получения нужного нам объема. Продолжение следует... Далее переходим к коже. Набираем охру. В охру добавляем немножко кадния красного. Немножко предыдущего цвета тицианового. Побольше воды, чтобы цвет был максимально прозрачным. И данным цветом закрываем полностью объем лица. Здесь, опять же, мы должны с вами оставить белый проблеск на кончике носа. Белый блик на крыле носа. Также у нас получается над верхней губой белый блик. На веки закрытом тоже оставляем белый блик. Небольшой. Остальное все заливаем данным цветом. Дальше добавляем больше охры. Чуть-чуть фиолетовый. Чуть-чуть краплака красного. Сделаем слегка цвет темнее. Данным оттеночком разметим первоначальные тени. Тоже светлый цвет. Делаем не очень темный. Расставляем тень под маской. Под носом. На веки. На складочке верхнего века. И также под ресничным краем тень. И от маски продолжаем добавлять тени. На лоб от волос добавили тени. На уголок рта. Под нижнюю губу. На складочку подбородка. По низу челюсти. Отмечаем тень. Под волосами. Вообще полностью височную часть можно затемнуть посильнее. И на шею тоже добавляем тени. Под ошейник тоже небольшую тень добавим. Дальше набираем черную сажу газовую. В нее добавляем немножко кадмия красного. Водички. И таким серо коричневатым цветом начинаем закрывать маску. Опять наша задача оставить белые блики. Белые блики идут по кромочкам маски. И конечно же на заклепках. Таким образом прорабатываем всю маску. Машу runners перейдите немного кружечки. А basically private прикраслененько. Опять другим кровочкам. С Lakallran. Со sai bark-сõ. Отдайте заг pimхи. Опять на ск figuring encaст. Помогитеы. Moving him прямо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше набираем красный с водичкой и закрываем объем губ. Продолжение следует... Продолжение следует... Набираем больше кроплока красного, в него добавляем немножко фиолетовый. Данным цветом продолжаем проработку объема волос. Тут мы с вами уже начинаем добавлять более теневые участки в волосы. Отмечаем движение прядок, теневые стыки между волосков. Опять же, каждый мазочек продумываем, работаем по движению прядок. То есть, как у нас лежат волосы, в этом же направлении мы и расставляем наши мазки. Так прорабатываем весь объем волос. Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше разводим этот цвет посильнее водичкой и им продублируем тени на лице. То есть, на верхнем веке, под маской, под линии ресниц, тени усилены. Под носом, под нижней губой, по линии роста волос, под нижней челюстью, тени усиливаем. Дальше набираем сажу газовую, снова возвращаемся к черной, добавляем в нее немножко фиолетовой воды. И данным цветом продолжаем прорабатывать маску. Отмечаем теневые объемы. Продолжаем оставлять светлые проблески. То есть, наша задача оставить уже готовые белые блики. К ним добавятся такие светло-серые блики, которые мы оставим в просветах. Таким образом, мы проработаем всю маску. В акварели всегда идут от светлого к темному. Поэтому мы изначально работаем с самыми светлыми оттенками и постепенно их насыщенность усиливаем. Продолжение следует... Дальше цвет разводим посильнее водой. Добавляем в него немножко карния красного. И продолжаем проставлять тени на лице. Далее возвращаемся к птицеановой. Добавляем в нее немножко краплака красного. И достаточно широкими мазочками усиливаем насыщенность волос. То есть, делаем местами их рыжее. Опять же, наша задача не закрасить полностью волосы, а показать более светлые, более темные объемчики. Дальше цвет посильнее развели водичкой. И таким прозрачным цветом добавляем отблеск в кожу на лице. Далее возвращаемся к черной. Набираем сажу газовую. Добавляем в нее немножко кадмия красного. Водички. Этим цветом продолжаем набирать насыщенность на маску. То есть, уже отмечаем самые темные участки. Не забываем оставлять проблески предыдущих оттенков. Продолжение следует... Этим же цветом выделяем стрелочку на верхнем веке. И движение ресниц. Усиливаем цвет в ноздре. И отмечаем внутренний объемчик полураскрытого рта. Дальше цвет развели посильнее водичкой. Еще раз усилим тени на лице. Набираем ультрамарин с водичкой. То есть, возьмите насыщенный синий цвет, который у вас есть в наборе. И данным цветом аккуратненько закрываем фон. Местами по контуру оставляем белые блики, белые просветы. Далее вторым слоем, именно вокруг лица, цвет делаем чуть насыщеннее, чем по контуру. Набираем немножко кадмия красного с водичкой. И данным цветом прозрачным добавляем отблеск в фон, чтобы он был живописнее. Далее в ультрамаринчик добавляем черный. Усиливаем насыщенность стрелки. Ресницы местами проработаем. Вторым слоем. И самые темные отблески. Мазочками добавим на маску. Теперь набираем кадмия красный, немножко фиолетовый. Данным цветом отмечаем теневые участки на губах. Развели цвет водичкой. Еще немножко усилили тени на лице. Набираем тициановую. И еще немножко прядок отметим по объему волос. Данным цветом отмечаем. Дальше кадмием красным с водичкой. Закроем губы. Оставим правую часть светлее. Наберем сюда же черный. И внутреннюю часть по раскрытого рта закроем. Отметим самый темный участок. Выделим ноздрю. Отметим родингу над губой. Набираем тициановую. И вокруг объема волос добавим прядки, которые выберись. Это сделает прическу живее и интереснее. Далее, в тициановую добавляем фиолетовый. Получается такой коричневатый приятный оттеночек. И усиливаем опять теневые стыки в волосах. И движение волос, их объем делаем точнее. Усиливаем тени на лице данным цветом. Если нужно, уточним контур с помощью ультрамарина еще раз. Разведем ультрамарин сильно-сильно водой. И светло-светло-голубым цветом добавим отблески в тени на лице. Набираем тициановую. В нее немножко фиолетовый. Данным цветом отмечаем бровь. Бровь тоже не закрашиваем глухим участком, а делаем мелкими мазочками, отмечая движение волосков. Добавим цвет на родинку, усиливаем тени на губах. Чуть-чуть черный добавим. И теневые участки на брови тоже отметим. Далее продолжим работать этим цветом. Проработаем объем ошейника. Оставляем светлые проблески, белые проблески и светло-серые. Далее набираем белую гуашь. Ей по контуру волос добавим прядки, которые выбились. Это оживит работу. Также, если где-то не оставили белый блик, можно ему добавить белой гуашью. Работаем гуашью очень аккуратно. Добавляем ее совсем чуть-чуть. То есть, изначально можно было маскирующей жидкостью все эти объемчики закрыть до добавления акварели. И просто, когда акварель высохнет, маскирующую жидкость убрать. Но гуашью это сделать намного проще. Местами белые проблески добавляем аккуратно. У-у-у-у. О-у-у. О-у-у. Продолжение следует... Продолжение следует... И размечаем более точный силуэт у ошейника. Дальше в цвет добавляем больше черный, фиолетовый и самые темные участки на ошейнике добавим. Возьмем кадмий красный, добавим отблески в ошейнике. Цвет разведем посильнее водой и данные отблески добавим на плечи на ключице. Цветом фона ультрамарином доделаем силуэт плеча. И на этом все. Рисунок готов. Большое спасибо за внимание. Если вам понравился видео урок, то обязательно поставьте палец вверх и расскажите о нем друзьям. Также обязательно поделитесь вашим результатом в группе ВКонтакте, которая называется точно так же Дерри Арт рисовать может каждый. Ну а на этом все. С вами была Дерри Арт. Помните, что рисовать может каждый. Всем пока-пока-пока.